Евразион ТВ Евразион ТВ Евразион ТВ Съемки проходили в Венгрии, город Будапешт Первый день все было так необычно Мы с Евгением Тимфеевичем ходили Спрашивали, а здесь что, как туда проехать Потому что редакторов много, и многие говорят, что мы за это не отвечаем. Поэтому мы ходили, узнавали все, где получить экипировку, где питаться, во сколько автобус, сколько времени длятся съемки. А с кем вам удалось из известных личностей пообщаться? Ведь я читала, что в команде была Виктория Дайнека, Лера Кудрявцева, насколько я знаю. В первую очередь мы пообщались с Русланом Нигматулиным, когда мы приехали с Евгением Тимофеевичем в отель. Это было уже время ужина, и Руслан кушал. Мы подсели к нему, спросили, можно ли с вами покушать. Лавдай, без проблем. Ребята, присаживайтесь. И мы ужинали и общались. Руслан Нигматулиным был первым, с кем мы пообщались из звезд. Насколько я знаю, раньше ведущим шоу был Дмитрий Нагиев. Что-то изменилось с тех пор или же ведущий остался прежним? В этих съемках ведущим был Кирилл Набутов. А что касается вопросов по поводу общения со звездами, на самом деле, нам было очень приятно познакомиться, пообщаться и с Малаховым, и с Лерой Кудрявцевой, и Иосиф Кобзон, и Ирина Роднина, и Лидия Павловна Скубликова. Те, кто принимали участие в этих съемках, ну и много-много других имен, те, кто постоянно находятся на экранах, на телевидении. Отношение было абсолютно нормальным, адекватным были здесь и олимпийские чемпионы, и знаменитые телеведущие, и участники шоу проектов различных, там уже Ксения Бородина была. Вообще не проходило на равных, никаких шапкозакидательств со стороны, скажем так, звезд мы не заметили, поэтому прошло все отлично, я считаю, и хорошо удавалось нам находить контакты, общие темы для разговоров мы находили, как в целом о жизни, так и о каких-то сферах деятельности каждого из звезд. Ну, мне на самом деле очень приятно это слышать. А вот скажите, отличаются съемки от того, что мы видим уже в эфире? Или как нам показывают, так на самом деле и есть? Нет, на самом деле это шоу смонтированное, на самом деле это очень длительный процесс, съемка занимает целый день, а снимали в этот раз по две серии в сутки, то есть 20 часов уходило на съемки. То есть 20 часов вы в день были заняты вот именно на съемках? Ну, где-то в пределах, да, 18-18. А сколько дней вообще продолжались эти съемки? 8 дней продолжались. Раньше проходили съемки 16 дней, потому что нам рассказали об этом звезды. По-моему, Роза Собитова нам рассказала, что 16 дней проходили съемки и каждый день по одной серии снимали, а сейчас все это... Больше и быстрее. Так ужали, что по две съемки в день, 8 дней, это вообще тяжело. Первые дня 3-4 мы, конечно, на адреналине с Евгением Тимофеевичем все это и кричали, поддерживали наши команды. Потом, знаете, так усталость накопилась. Сейчас по 4 часа в день спать, это тяжело. Ну, у вас, по крайней мере, есть опыт, вы все-таки чемпион, и, наверное, вам это было немного легче, чем звездами, я так думаю, возможно. Ну, звезды побольше снимаются. Ну, вот если Николай, он был участником соревнований, то вы, Евгений, могли наблюдать все это со стороны. Вот расскажите о своих впечатлениях, может быть, о том, что могли увидеть лично вы и что никогда не увидят зрители. Конечно, мы познакомились с той кухней, которая происходит во время этих съемок, и, как Николай уже отметил, это на самом деле большой, кропотливый труд. Причем труд не только одного человека, а труд целой команды, начиная там с простых помощников, режиссеры, звуко-режиссеры, все-все задействованы, все постоянно в напряжении находятся, ведущие, сами участники этого мероприятия. Конечно, хотелось бы сказать, что отпечаток свой накладывает вот это вот малое время на отдых, которое дается, да. Вот представьте, нас увозили на съемки, нас в 10 часов из отеля, мы уезжали, а приезжали только на следующий день в 4-5 утра. То есть все это время вы находились вместе с Николаем на съемках? Все-таки мы в тех играх, в которых мы даже не участвовали, мы находились на трибунах в качестве болельщиков, поддерживали нашу команду. В каких-то моментах мы помогали нашим командам где-то поменять экипировку, там застегнуться и, значит, подготовиться к участию в следующем конкурсе. Поэтому мы постоянно были в теме, были в движении. Ну, я так понимаю, что вы заместитель директора по внеучебной работе Института физкультуры, а в обычной жизни вы с Николаем Полухиным общаетесь, или же вот у вас такой рабочий такой процесс, вы только во время каких-то съемок, соревнований проводите время вместе? Я заместитель директора по учебной работе, донесу небольшую коррекцию. Вот с Николаем мы общаемся в обычной жизни, конечно, очень мало времени, потому что у Николая, вот мы с ним пока летели, как раз посчитали, сколько времени он дома проводит. Он практически 365 дней в году практически находится на сборах либо на соревнованиях, постоянно в разъездах. Это такие требования большого спорта. Вот мне, конечно, было очень приятно, когда Николай позвонил и предложил мне выступить в качестве тренера по гимнастике, сопровождающего его. Я преподавал в свое время, когда Николай учился в бакалаврете в нашем институте, дисциплину гимнастики, и сейчас работаю тренером также по совместительству в спортивной школе. Ну, все знают, что Николай Полухин отличный спортсмен, чемпион, но ведь он не только спортсмен, но и студент. Вот как вы считаете, студент он настолько же хороший? Я считаю, что как студент он очень хорош, потому что вы сами видите, как он эрудирован, насколько поставлена у него речь грамотно. Он владеет, причем владеет совершенствами своими знаниями в области не только физической культуры, он разносторонняя развитая личность, поэтому с ним приятно общаться. И вот я еще раз говорю, я ему очень благодарен за то, что он достал такую возможность как раз поехать именно с ним на это мероприятие, потому что вы знаете, что в обычной жизни лидером у него является другой человек, Токарев, есть такой у нас наш спортсмен. Николай, мне очень жаль, что Википедия вас знает не очень много, поэтому некоторые ее функции сегодня я возьму на себя. Скажите, это правда, что когда-то вы работали в школе? Я учился в Галышмановском педагогическом училище на отделении учителя начальных классов. Но по специальности вы не работали? Я по специальности проходил практику в поселке Галышманово и в своем родном селе Гладилово. А как так получилось, что вы все-таки пришли в спорт? Ведь это совсем разные области, школа и спорт. Ну, изначально я занимался спортом. В педагогическое училище я поступил, потому что оно находилось непосредственно недалеко от моего села, где я жил. И те знания, которые я решил приобрести в этом училище, мне не только помогли в жизни, но я заранее знал, что они мне пригодятся. Ведь учитель начальных классов – это человек, который знает все. На самом деле я согласна, у меня тоже была отличная первая учительница. Я вижу очень много у вас медалей. Вот расскажите о тех медалях, которые сейчас надеты на вас, о своей первой медали и, возможно, о самой главной, главной именно для вас. Ну, первая медаль, первая грамота мне очень запомнилась. Медали не давали на школьных соревнованиях. Зимние школьные соревнования в 1998 году я участвовал в соревнованиях по подтягиванию. Это тогда была первая награда? Первая награда была в 1999 году, потому что первый раз мне не удалось попасть в тройку лидеров. Я решил доказать, что я не только хороший спортсмен, но еще и могу самостоятельно подготовиться к соревнованиям. И в 11 классе мне удалось выиграть соревнования по подтягиванию. Это мой до сих пор любимый тренажер из спортивной гимнастики. С Евгением Тимофеевичем, когда готовились к большим гонкам, очень много внимания выделили, перекладине. Вот, кстати, я как раз хотела спросить о том, что я так понимаю, что вообще несколько этапов в соревнованиях на шоу «Большие гонки». То есть несколько человек всегда на разные этапы отбирают. Вот в каких именно этапах участвовали вы? Я участвовал непосредственно в последнем конкурсе, это называется «Гора», где спортсмен, гимнаст должен преодолеть гору с помощью шеста, переставляя его из одной лесенки в другую. И вот я так понимаю, что вы вместе как раз таки тренировались, готовились к этому этапу? Да, я попросил Евгения Тимофеевича подготовить меня к этому этапу за очень короткий промежуток времени, так как я находился на отдыхе, отдохнул я на Кипре, где я узнал о том, что мне предстоит участвовать в больших гонках по прилету. У нас было буквально, не соврать, неделя, да, дней 7-8 на подготовку. И мы решили каждый день провести это с пользой. Готовились не только, ну что-то, утром кросс обязательно бегал на зарядке, потом вечером мы встречались в гимнастическом зале, либо в том зале, где у Евгения Тимофеевича была тренировка с детьми. Я с детьми в одно время занимался. Тогда я попрошу вас чуть более подробно рассказать как раз таки об этих тренировках, раз вы занимались именно этим. Какая-то есть программа разработанная или, ну, просто хаотично как-то? Экспромт. Да. На самом деле, конечно, вот этот вид, он очень специфический, где Николай принимал участие, так называемая гора. Здесь нужно обладать хорошим развитым плечевым поясом, уметь подтягиваться, уметь поднимать ноги в висе и так далее. Поэтому мы составили небольшой комплекс, состоящий из 8-10 упражнений, которые выполняли ежедневно. Конечно, там требовалась большая сила рук, как раз то, чем Николай обладает, он хорошо умеет подтягиваться. Вообще, надо отметить, что в этом конкурсе в основном принимают участие подготовленные уже, скажем так, гимнасты и других стран. Это последний же решающий конкурс, в котором решалась судьба первого места. Поэтому большую ответственность вложилась и на Николая, и на тех ребят, кто с нами был там, в виде эстафеты, проходило это мероприятие. Что касается подготовки, то Николай был готов отлично, потому что свою спортивную форму за время отдыха он не успел растерять. Он все равно занимался плаванием, но даже на время отдыха бегает постоянно. То есть он поддерживает себя в форме, из-за этого каких-то особых сложностей не возникло. Он хорошо подтягивается, умеет лазание выполнять по канату без помощи ног, спокойно. Причем не один раз он может залезть сразу на канат высотой в 5 метров, что у нас не каждый может этим похвастаться. Ну вот Евгений сказал, что Вы за время отпуска не успели потерять свою форму, так скажем, и постоянно как бы тренировались. Получается, что спорт уже стал Вашей жизнью, Вы постоянно занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни? Ну да, с 97-го года, когда я все-таки решил посвятить свою жизнь спорту, начал самостоятельно заниматься. Конечно, спорт сопровождает меня с того периода, и, конечно, он стал неотъемлемой частью моей жизни. То есть без спорта уже жить не могу, можно так сказать. А можно сравнивать Паралимпиаду и участие в съемках большей гонки? Я сейчас имею в виду напряженный ритм и просто ритм. Ритм, конечно, напряженный, но тут маленько разная направленность. Все-таки Паралимпийские игры – это профессиональная деятельность, а участие в шоу – это все-таки больше шоу, чем соревнования. И все-таки мы не откладывали физическую подготовку на второй план, а именно вот в этом конкурсе мы ставили физическую подготовку на первый план. И Евгений Тимофеевич затрагивал подробности, то, что мы лазали по канату, но он не сказал, что мы на последней тренировке лазали сразу по двум канатам. Одновременно перехватываясь руками. Это был, сказать так, наш конек. Это были непосредственно те движения, которые повысили и силовую подготовку, скоростно-силовую, и именно те движения, которые были необходимы для преодоления вот этой горы. Вы сейчас косвенно ответили на мой вопрос, который я собиралась задать чуть позже. Как Вы относитесь к большим гонкам? Как к шоу или все-таки как к соревнованиям? То есть я хочу спросить, важна для Вас победа или по большому счету, ну, как получится, так скажем? Ну, большие гонки – это две составляющие. Первая составляющая – это шоу, вторая – это соревнования. Шоу – это участие в бои с быками, где актеры принимают участие в этом конкурсе. Бега, петушины, там, где они переодеваются в разных персонажей. Веселый молочник. Есть такой конкурс, где нужно с ведрами преодолеть препятствия по резиновому токому коврику. Снизу соперники ногами вот так вот мешают пройти. Поэтому многие даже получают травму на этом конкурсе. Ну, кстати, вот этот конкурс менее травмированный, чем все остальные. А вторая составляющая – это спортивная, это вот гора. То есть мы участвовали в спортивном конкурсе. Но все-таки конкретно для Вас победа – это важна или нет? Да, конечно, важна не только для меня, для всей России. Именно не только участникам больших гонок и первого канала, а важны зрителям, которые будут смотреть это шоу. И я хочу забежать вперед и сказать, что мы сумели победить. То есть все-таки я как раз хотела у Вас спросить, можно ли Вам рассказывать о том, кто одержал победу, или был какой-то договор о неразглашении, так скажем, информации? Договора о разглашении информации не было. И буквально позавчера мне звонили с первого канала и сказали, что презентация прошла перед начальством, перед Константином Эрстом. То есть в принципе сейчас может любой участник написать где-то в интернете о том, кто победил, рассказать своим друзьям, знакомым, там вот нам на канале Евразион. Никто этой информацией все-таки не может. Мы бы маленько по-другому сообщили об этом. Мы бы призвали всех следить за большими гонками сезона 2014 года. Это шоу начнется в сентябре. Ведь было несколько этапов. И где-то Россия проигрывала, где-то выигрывала. Но нам удалось поучаствовать в этом. Получить массу положительных эмоций. В некоторых конкурсах мы побеждали. Можно сказать, практически во всех. А итог зрители увидят в финальной схватке. Больших гонок, битвы континентов. Я на самом деле очень рада, что вы уже сейчас рассказали, кто все-таки победил. Потому что лично для меня это очень важно. И вот заключительный этап, вот уже Евгений говорил, что он в принципе решающий. Что можно отсылать на много баллов. Но вот когда человек подтягивается на этой горке, то можно эти баллы добрать. Считаете ли вы, что победа во многом зависела от вас? Вот ваше субъективное мнение, так скажем. Ну, во-первых, я бы не сказал, что победа от меня зависела. Все-таки мы участвовали командой. И тот конкурс, а именно спортивные соревнования, вот именно на горе, где принимают участие три гимнаста в каждой команде. Это получается как эстафета. И первый участник стартует с той лесенки, сколько баллов набрала команда. Когда мы участвовали, мы стартовали с 18-й ступеньки. А всего их сколько? И мы были не впереди. Мы не побеждали до горы. И зачастую исход соревнований заключался в этой горе. И зачастую, доходя до горы, мы не побеждали. Но вся вот эта нагрузка ложится на гимнастов. Ну, и нам в кратчайший срок удалось подготовиться к этому мероприятию. Вспомнить мою трехлетнюю подготовку в спортивной гимнастике в педучилище. И нам все это удалось. И те эмоции помогли положительные, когда мы участвовали. Адреналин. Ну, вот если говорить о подготовке, простите, я вас немного перебила. Вот, Евгений, вы сами изъявили желание поехать вместе с Николаем, или как-то вопрос по-другому решался? Здесь немножко по-другому, конечно. Я изъявил желание только после того, когда Николай озвучил, скажем так, свои предложения, чтобы я был в качестве тренера сопровождающего. Конечно, я сначала не поверил тому, что он говорит, что пригласили на Первый канал, на съемки проекта «Большие гонки». А я подумал, что это, может быть, какая-то шутка или розыгрыш, какие часто бывают сожаления в последнее время там. Но пообщавшись с ним потом более подробно, и уже когда я получил электронные билеты, тем более по электронной почте, я уже убедился, что на самом деле это все правда. И какие-то мечты не стали реальностью. А какие страны, кроме России, еще соревновались, принимали участие в больших гонках? Ну, во-первых, это было юбилейное шоу. Десять лет оно проводится, и решили организаторы провести соревнования среди континентов. То есть это называется «Битва континентов». Участвовала Америка, это сборная Бразилии, США и Канады. Сборную Африки представляли в основном египтяне. Австралию и острова представляла Индонезия. Я так понял, Азию и часть Европы представляла Россия, и организаторы непосредственно и французы были. И страна-участник – это Венгрия. То есть было шесть команд. Да. Достаточно большая конкуренция. Ага. Да, я думаю, даже мыслей таких не посвящала. Мы пообщались с многими людьми. Не только там пообщались. Вообще мы и обедали вместе, и ужинали. И вместе выезжали на съемки. Постоянно были вместе. Кто-то, может, уезжал, кто-то приезжал. Но вот мы с Евгением Тимофеевичем непосредственно все восемь дней посвятили полностью проекту. А вот на протяжении восьми дней где вы жили? Это был отель или была какая-то база для спортсменов так называемая? Мы жили в отеле. Отель четырехзвездочный был. Он находился недалеко от съемочной площадки. Так было специально задумано организаторами, чтобы время на переезд было меньше. И вот эти все условия, они создавались как раз таки организаторами. То есть вам не приходилось думать о том, как мы поедем из Тюмени, полетим, где мы расположимся? Все это было решено? Мы просто отправили свои паспорта по почте. Евгению Тимофеевичу сделали визу. У меня стояла виза. Нам высвали, Евгению Тимофеевичу высвали электронные билеты. Так как я был полностью загружен тренировками и общественной деятельностью, Евгений Тимофеевич занимался непосредственно моей подготовкой и вот этими билетами, переездами. Вот несмотря на то, что мы сегодня разговариваем в основном о больших гонках, но все-таки большая часть жизни, вашей жизни посвящена, конечно же, другим, более масштабным соревнованиям. Вот расскажите, пожалуйста, о своих дальнейших планах. Ну, дальнейшие планы – это непосредственно обучение в университете, в магистратуре. Планирую на следующий год защититься. По спортивной деятельности – это продолжать профессионально тренироваться и выступить на чемпионате мира в Альдофиеме в 2015 году. Ну и пройти полностью цикл подготовки до Паралимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. То есть ближайшие четыре года у вас, в принципе, расписаны по дням? Да, с того момента, как я огласил, что продолжаю тренироваться, не заканчиваю свою карьеру, мне уже расписали полностью на четыре года. Учебно-тренировочные сборы, выступления на соревнованиях. А тренируетесь вы в Тюмени или где-то в другом месте? Тренировочные сборы планируются не только в Тюмени. В Тюмени очень хорошая база «Жемчужина Сибири», «Лыжный биатлонный центр». Это наша основная база, где межсборье, как межсезонное, так и сборы, которые проходят каждый месяц. Мы находимся там, на базе, на «Жемчужине Сибири». Я поняла. И сейчас, наверное, я задам вопрос, который многих интересует. Когда все-таки мы сможем посмотреть «Большие гонки», когда их покажут в эфире Первого канала? Сезон 2014 года «Большой гонок» начнется на Первом канале в сентябре. В сентябре, но конкретной даты пока неизвестно. Пока нет. Большое спасибо, что пришли. Мы всегда рады вас видеть. Приходите к нам еще. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был паралимпийский чемпион Николай Полухин и заместитель директора по учебной работе Института физкультуры Тюмгу Евгений Колонин. Смотрите «Евразион» и «Большие гонки».